Ярославская областная общественная палата активно включилась в борьбу с кредитным произволом и коллекторами-вышибалами. Речь идет об организациях, предоставляющих населению микрозаймы, которые в перспективе могут обернуться для заемщиков большими финансовыми потерями. Инициатива председателя палаты Александра Грибова сводится к тому, чтобы законодательно ограничить кредиторов в их же услугах. Илья Барабанов подробнее. Взять микрозайм большинство сейчас заставляет нужда. Проблема с деньгами без проблем решается за считанные минуты. И казалось, такие недостающие, но легко полученные 20-30 тысяч рублей в итоге могут перерасти в кабалу. Это становится настоящей зависимостью от микрокредитных финансовых организаций. Яркая реклама, шаговая доступность, легкость оформления и быстрота получения денег. На словах привлекательно. На деле шаг в пропасть. Мы хотим привлечь внимание общественности, а главное власти, чтобы власть принимала меры. Посмотрите, сколько реклам вокруг нас. Мы должны что-то делать. Мы должны обратить внимание. Это важно. Пикет Союза молодых предпринимателей у офисов микрокредитных организаций акция, спланированная для улучшения финансовой грамотности населения. Но раздачи информационных брошюр о реальности денежных предложений не ограничиваются. Председатель общественной палаты Ярославской области Александр Грибов обсудил тему кредитного рабства на федеральном уровне. Региональным коллегам, собравшимся в Москве, он предложил адекватные меры для регулирования микрофинансового сектора. Ограничение максимального размера займа для юрлиц 100 тысяч рублей, физических 50. Сокращение срока погашения кредита до полугода и ограничение размера максимальной неустойки. Сейчас неустойка может расти бесконечно. И сумма, которую взял человек, например, 20 тысяч рублей, может превратиться в 200, полмиллиона, миллион. Ну а дальше уже приходят коллекторские агентства, которые начинают попросту заниматься выбиванием долгов. И это вторая тема, которая звучала вчера в Общественной палате Российской Федерации. Нашла поддержку от большинства коллег. Потому что есть цивилизованная схема, когда взыскиваются долги и банками, и кредитными организациями. И все это происходит в рамках закона. А есть откровенный беспредел. И многие ярославцы с этим коллекторским беспределом сталкивались лично. Угрожали и вообще уже... Угрожали даже? Угрожали даже угрожали. Законопроект о регулировании услуг микрокредитов сейчас рассматривается в Федеральной Думе. И региональные общественные организации направляют в Москву свои предложения. В идеале новая законодательная инициатива, которая могут поддержать парламентарии, оградить заемщика от возможного кредитного рабства. Илья Барабанов, Михаил Орлов, Максим Сушанов.